Общественный транспорт заправили рублями. В городе появились новые автобусы. Кроме того, заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. А еще известно, кто займется документацией по реставрации приказной избы. Что обсуждают еще сегодня в городе, расскажем далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В Кирове появились новые автобусы. Такой модели на кировских дорогах еще не было. Теперь они стали безопаснее. Автобусы не смогут начать движение, пока открыты двери. Снаружи установлены камеры, которые позволяют водителю увидеть входящих и выходящих людей. В салоне для удобства пассажиров есть кондиционеры и обогреватели. Также автобусы будут удобны и для маломобильных людей. В салоне может поместиться 71 человек. В Киров уже доставили три таких автобуса. В ближайшее время появятся еще два. Они будут работать на 53 и 54 маршрутах. Прокуратура установила, что работникам предприятия «Атлас» не платят зарплату. Сотрудники не получали заработанные деньги с октября по декабрь 2020 года. При этом возможность оплачивать их работу у компании была. Без денег остались шесть человек. Задолженность перед ними больше 500 тысяч рублей. По результатам проверки следственный комитет завел уголовное дело. Расследование продолжается. В России за сутки выявили минимальное число заболевших с 28 октября 2020 года. Заболеваемость коронавирусом снижается и в Кировской области. За сутки 168 новых заболевших. В больницах сейчас находится 3286 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии 105 пациентов. 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Кирове завершился аукцион на разработку документации по реставрации приказной избы. Конкурс выиграло 9-е строительно-монтажное управление. Подрядчик до ноября 2021 года будет обязан провести исследование здания, подготовить документацию и пройти государственную историко-культурную экспертизу. Из областного бюджета на это выделили 1 миллион 110 тысяч рублей. Отреставрируют здание уже в 2022 году. Ранее в приказной избе уже отремонтировали крышу. Потратили на это почти 500 тысяч рублей.